Здарова, карпядики! С вами команда Car2Day и это второй этап Лиги Car2Day и новый фильм, который будет в формате влога. Будем показывать наши эмоции, быт, всю движуху. Надеемся, вам он понравится, поэтому ставьте лайк, заваривайте чаек и погнали! Итак, соревнования начинаются всегда с жеребьевки. Здесь у нас команды, встречайте, Александр Эйнергард, чемпион России, Анатолий Нарыжный, чемпион России. И вместе с ними кувались на... Где мы там кувались-то? Здесь как раз и кувались! Мы здесь стали чемпионом! Вот будущий чемпион Вернадии России Валя и мощная команда Клинкер Карп! Так, идем дальше, посмотрим, кто у нас здесь еще из интересных людей. Дружеская атмосфера всегда, все находятся на позитиве, на тусовке. Копорол, сколько карпов напорол? Пока ничего не сколько. Пока несколько, нет. Так, вот Ковалев, ростовщик, смотрите, занимается чемпионом, кэш собирает, взяты все дабочки. Добрый, добрый. Коммерсант, игреет. Вообще, Оль, что он делает, объясни мне. Вымогает? Дай, дай, дай за хороший сектор. Вызываем, вызываем. Дай за хороший сектор. Вызываем АБЭК, сейчас, значит... Ты что, блин, не пали Кондору? А они даже не понимают, куда идти, делают твит, стесняются. Так, команда Мэткар, двукратные победители Лиги Карп Тодей. Ну что, вы приехали в этот раз опять забрать золото, я так понимаю. Да какое золото? У нас секторы-то остались, говно. Ой, да ладно! Смотри, сейчас один сектор, значит, не вытаскивают. 26-й убирают, выпадаете в 26-й. 26-й, а 27-й, 27-й, выпадаете в 26-й. Все четко. Так, какой настрой у вас, давайте. Ну, как обычный. На что ловить? Карп с этой бейтс? На что? Ага, задумались, задумались. Точно. Конечно, карп с этой бейтс ловят. Конечно. Нет, Мэткарп тема. Мэткарп однозначно отличное питание. Мы сами чему любим тоже, но приходится иногда. Ну, покажи же, нет, наш подмешиваем. Я как-то не выставшись, а вы такие бодрые. Да. Так, у вас подарки, Аня. Да, и вчера в магазине. Так, ну-ка, показывайте, показывайте. Я говорю, Ольге, Ольга, посмотри. Я говорю, это вообще самому тиграм, тигристому тигру. Так. Да, вот. Ага. Подарочек Антону. Выбрасываю. Там картоночка. Картоночку потом уберем. Все. Теперь мы знаем секрет Мэткарп. Я потом вам покажусь, какой красивый. Ну, а вам, ребят, желаю не хвастань шри и хорошей жеребьевки. А мы вам тоже. Спасибо всем. Так, ну что, вот команда собирается начинать потихонечку на жеребьевку. Все на волнении. Волнуетесь? Волнуетесь? Очень. Очень, да. Очень волнуетесь. Язык заплетается, значит, очень. Вообще не волнуемся. Четко. Вообще не волнуемся. Какой сектор хотите? 36. Неплохо. Ну или 11. Или 11, да. Четко. Так и будет. Так, а это самые матерые карпятники Наталья и Александр. Команда Стадис. Приветствую. Спасибо, Антон. Я тоже матерый карпятник. Ты иди отсюда. Привет за добрые слова. Спасибо. Чемпионы России вместе с нами тоже кувались в Кемерово. Ну что, готовы к сражению? Да, мы всегда готовы. Правильно. Настрой боевой. Ну тогда идем на жеребьевку. Ковалев, куда мы хотим попасть? Я туда хочу, я никогда не попадаю. Да, в 21-й ты не хотел на Кубки России попасть? А, это Паша хотел. А я тоже хотел туда. Поэтому я не хочу пока загадывать. А мне кажется, нам все равно, какой сектор. Они все плюс-минус хотели. Непонятные. Ну, блин, фиг его знаю. Знаешь, такая история своеврадная. По-хорошему, не знаю. 20-20. 20-20? 20. Я там не был. Потому что, знаешь, мне неинтересно, я в 20-й не был. В 23-й я был. Просто там не было. В 2-м был. В 5-м был. Вот он, момент истины. Уверенно взял. Мы не были в Б1. Давай. Ну что, говорю, ты хотел туда попасть? Да, 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 да. Я там не был, может быть. Так, ну что, вытянули мы сектор. Сектор номер 20. Погода, по прогнозу, 30 градусов. Там нет ни одного деревца. Будем кайфовать под солнышком, загорать. Но самое главное, что встать на пьедестал уже сейчас. Ну, хотя бы, ладно, не на первое место. Ну, хотя бы на второе, третье. Вот так. Короче, побороться можно. Но сектор непростой, конечно. Есть фавориты в зоне. А какая разница? Будем ловить и кайфовать. Всем смотрите дальше, что будет. Экшн. Так, ну что. Самое главное, это быстрый старт. К чему мы сейчас и стремимся. Потому что часто в этом секторе бывает быстрая рыба. Много можно поймать сразу. Поэтому наша задача очень быстро отмаркериться. Сделать прикормку и стартовой оснастки. Вот парни сейчас маркерятся. Я сейчас, короче, замешиваю бомбический прикорм. Вот здесь, значит, ведро у нас с зерновыми. Есть и крушеный текуровый орех, кукуруза. Еще что-то, какие-то крошки бойлов тоже. А вот в этом ведре уже сами бойлы. Здесь у нас 4 рецепта. Ананас, слива, клубника и мультифрут. Вот красного больше, поэтому они, соответственно, процентным соотношением выглядят побольше. Все, опять же, крошечкой все это. Немножечко залили сейчас с ликвидами, чтобы они пропитались. И после все это смешаем уже с этим ведром, чтобы вот эта вот вся штука облепила бойлы. И они еще немножечко подсохли. И в воде был такой эффект, как будто от бойлы отходит вся вот эта крошка, сечка, пылит в воде и привлекает карпа. Делаем заброс. Так, здесь у нас происходит маркерение. Витяй ослеп от такого заброса. Так, что у нас? Есть уже первый луч. Первый луч есть. Красивый луч. Стадион от 140. Ведь мастер спорта максимальный заброс может сделать 135 метров. Ну, неплохо, в принципе, неплохо. Как вы прокомментируете ваш супердальний заброс на 135 метров? Что нужно сделать, чтобы достичь таких дистанций, Александр? Купить другую удочку, я покинул бы дальше. А, ну понятно. В общем, мастерство настоящего чемпиона. Уметь отмазываться. Да. Так, Виктор смотрит. Да, я говорю, вспоминаем сразу про танцора. Удочку новую ему надо. Я думаю, блин, это правда. Все, видите, у него язык заплетается. Он волнуется, волнуется. Я просто не ожидал. Шимана-фан. Лет, ну какое-то такое. Давай, стреляй. Давненько не делал я стиков. А вот здесь взялся за старое. Не знаю, видно, не видно. Солнце такое яркое, что жесть. В общем, крушим бойлы. Добавляем мелкий пелец. Получается вот такая вот история. Делаем специально покрупнее фракцию, потому что это мелкая зона. И в стике не должна быть совсем пыли, а что-то такое, что реально может спровоцировать карпа на быструю поклевку. То есть, рядом с пятном будет лежать вот такая вот небольшая горочка. Ну вот стики разных размеров. Какие-то побольше, какие-то поменьше. В зависимости от дистанции логи. Так, ну что, у нас время 11.34, старт был в 11. Обратите внимание, все удилища в течение четырех минут уже заброшены. Это о чем говорит Ковалев? То, что нам далеко не ехать от базы. И мы быстро закинулись. Обычно мы приезжаем за час до старта, пока разложимся, пока закинемся, уже все. Даже прикормка. Ну-ка, покажи, принеси ведро с прикормкой нам. Это секретная прикормка. Не дай никому показывать. Такой срач у нас. По старой схеме ведерко. Сейчас навалим. Навалим, блин, и встанем. Виктор, поправляем очки. Что вам сказать? Я ничего не делал. Парни классно работают. Все сделал, на самом деле. Все отлично, стартовали как надо. Теперь дело за рыбой. Сейчас будет поклевка, смотрите прямо. Что ты думаешь? Куда ты забросил криво? Это я тоже думаю. Четко забросил. Мы у нас поставили зонт. Спасибо Никите Стеблевичу из команды ДВ. Он нам дал зонт, потому что... Зонт вообще бомба. Да, зонт с буром. Слушай, вот такая тема, вот этот бур. У него, короче, есть такой еще вороток. Просто вообще мертвый стоит. Адское пекло здесь. Интересно, кто собеседу стопит? Теба клюну. Кто мне обрежет? Так, Виктор, скажи, что такое происходит у вас в секторе? Что вы делаете? Сегодня начинаю чему. Да, да, да. Мне сказали можно. Мне сказали взять помахать немного палки. А что произошло у вас за последние два часа, пока я отсутствовал? Последние два часа как раз произошло то, что ты начал злостно отсутствовать. Спать! Так это дало результат. Дало результат. Кислота так работает. Я знаю, что надо делать, чтобы кривало. Хороший сын. Можем поворить. Вот она. Давай, а ну? Она горячая у нас сейчас. Знаете, как горячая кукуруза. Карп, ну все же любят кукурузу, да? И карп тоже любит кукурузу. Знаете, как горячая кукуруза, горячая кукуруза. И он сразу приплывает. Мы его подогрели, значит, при карпе. Мы подогрели. Походу, он подогрел. У нас проблема, у нас не тот деньгам. У этого. Так, откуда? Сколько вы поймали? Две? Одну я видел, одну не видел. Поэтому, ну, одна килл на восемь, наверное. Да? Да. Лучше тебя не знать. Даже офистально. Сейчас, смотри, покажу. Смотри, тут мешок плавает. Минимум, сказали, пятнашка. Точно пятнашка? Ну, это не точно. Ну, скажи тактику, что мы делаем? Что делаешь? Мы выбрали три точки. У нас есть ближняя, средняя и средняя. Умеренно-дальняя. Умеренно-дальняя. Да, не сильно. Мы пытаемся раскачать эти точки. У нас здесь есть зона покоя справа. Мы ожидаем, что рыба будет отсюда. Вот. Пока отзыв только с умеренно-дальней. Давай, буду задать. Средний мы пока как бы ловим, но не это. А вот ближний мы готовим. Начну ловить. Вот сейчас мы шумим здесь на спалмосе. Да, да, да. У нас спалмос такой, как на корабле. Вот. А ночью мы уже будем пла-пакетики. Красивая вся история на близнячке здесь. В тишине в полнейшей. Все будет четко. Да. Короче, главное поймать первую рыбу. Настроение сразу поднимается. Да, Екатер? Даже я проснулся. Так, что? Душу уже собрались. Жара просто. Ну, если... Так только начало. Говорят, дальше будет еще сложнее. В этот раз мы валим на клубничку. Что-то поехал с какой-то России, и то она уже двоедет на клубничку. А, да. Выгнал бронзовый принзерчик. Говорит, клубника работала огонь. А вот мы ее ловим. Флюр с мягким волосом. Клубничка, кисло-игрушка. Все, понеслась. Заброс. Ловим мы на леску панда 0,33 метра. Метра. Миллиметра. И дистанция у нас здесь на самом деле 100. Вот это 12 метров бросок. Тридцать третья леска. Видите, идеально в клипсу. Попал я тебе? Угу. Четко все попали. И опять же, плюс какой? В том, что у вас на выважни, вы себя чувствуете очень комфортно. Потому что леска толстая, никакие вот здесь камыши, какие-то коряги, может какие-то зацепы вас не так страшат. Ну что, настает время вечернего закорма. И вот такое ведерко с карты Day Base. Сейчас будет отправлено в мелкую чашу в секторе номер 20. Вот такая красота. Смотри, ребята. Так, в общем, поймали мы 5 рыб. Сейчас будем взвешивать. Самых красивых покажем. Но самый красивый, конечно, это, во-первых, Александр Ковалев. Ковалев. У тебя нет бороды, Ковалев. У тебя будет борода когда-нибудь? У тебя была когда-нибудь? Нет. Даже щетины нет? Ну, нет. Да они для бороды. Я, к сожалению, не от природы не наградилась. Не вреда. Вот Светлана Викторовна, как у нас проходите в нашем секторе? Скажите, пожалуйста, мы все правильно делаем? Да. Все замечательно. Как это? Непоказательность? Лески натянуты. Все. Удачи. Внимание участников. Всем добрый вечер. 8,630. Ничего себе. Это был самый большой. Да нет, там еще. А вы знаете, почему я ждал так Светланы Викторовну? Вот поэтому. Это самый лучший сидяк, который всегда приносит нам поклевки. Вот у нас идет взвешивание. Светлана Викторовна, когда приходит, всегда есть поклевка, всегда есть рыба. Светлана Викторовна, вам только сердечки от нас. Только сердечки. Восьмерка, фоткаться, еще и снимать. Вот она, командная работа. Один взвешивает. Другой. И обливает других. Вываживает. А третий что делает? Снимает. И фильм у нас, и все. Приходится. Вот Витя, я человек, которому я доверяю на 100%. Я все удилища, просто я как бы здесь, кто ближе, тот потекает. Я ему отдаю просто, ну, все. Пока человек, пять рыб уваживал, пять рыб поймал. Он сейчас шестая. Так, пятнадцать рыб, протоколирует. Да, да, вот смотрите, у нас какая огромная сумка есть. Мы туда тоже самую. Семь пятьсот сорок. Семь пятьсот сорок. Так, вечернее вываживание. Викторное удилище. Все четко. Контролируем рыбу. Вваживаем на руке, осторожно, что там продирается. У нас здесь есть опасная такая зона неприятная. Здесь вот камыш такой. И если рыбу довести до уреза, вот там видите, как она еще какая-то коряга торчит, но пока она как бы успешно проплывает. Если вот за корягу немножко завести рыбу, она чувствует сразу вот эти вот камыши и туда устремляется. Но камыши там такие не опасны, это стенка. И оттуда их, в принципе, можно вытащить. Для этого нужно просто плавно вот так удилище оттягивать, и она как бы спокойно выходит. Не давать ей туда как бы какое-то резкое сопротивление, чтобы она туда ушла. Надеемся, сейчас этого не произойдет, и Витяй поймает рыбу. Ну как Витяй, вся команда Корзея поймает. Или только Витяй поймает рыбу. Конечно же, вся команда. Я думал, ты видишь, конечно же, только Витяй. Важный момент, это всегда при ночной ловле настроить так ваше удилище, чтобы они выходили точно по линии вашего заброса. Смотрели, как бы, ну сейчас, вот видите, у нас прям вот они идут параллельно. Что с этой стороны? Что вот с этой стороны? Здесь лески плохо видно немножко, наверное, да. Но суть в том, что вот вы должны для ночной ловли ориентироваться именно на направление вашего заброса. И стойки располагать таким образом. Вот, у нас есть специальный человек обученный для этого, который у нас работает составляет. Это важный момент, всегда этому уделяйте внимание. Не ленитесь, потому что ноги как бы воткнули сначала стойки, потом нашли для удилища, и вот ленится уже крутить их так, как нужно. Мы не поленились, и все четко. Произошло невероятное сейчас, вы не поверите, со мной-то в первый раз. Вот я уже в карпише где-то лет там 7-8, наверное, да, но такого у меня еще никогда не было. Мы сейчас ловим рыбу. Я беру удилища, забрасываю. С первого раза не попадаю, чуть-чуть хочу поправее. Забрасываю, все, нравится. Вот забросил, начинаю выматывать дугу, и у меня начинает разматываться фрикцион. Поклевка, ну не знаю, прошло, наверное, секунд 7-8. Я офигел, просто он паровозит, как сумасшедший. Сразу же вот, то есть, ну вот рыба из рук. Я даже удилища не успел еще поставить на стойке. А у тебя такое было, Санька, до стойки, чтобы? Нет, здесь нет. На других водоемах бывало. Чудеть вообще. Невероятные эмоции. Нет, просто неожиданно. Неожиданно, просто я стою, не понимаю, у меня начинает леска, ну фрикционно разматываться. И причем с такой скоростью еще. Класс, это супер рыбалка. Главное сейчас отдать удилища теперь мастеру вываживания. А это у нас Виктор. Виктор, теперь еще ждет. Не знаю, снимай. Давай, давай. Так, ну что? У нас происходит в секторе. Витяй вываживает. А что у нас здесь происходит? Саня вываживает. Стоит в палке. Да, да, типа вываживает. Сейчас я типа еще буду вываживать. И на самом деле у нас дуплет. А уже забирать рыбу? Все, пойдем забирать рыбу. Давайте попробуем снять шок-контент. Саня против будет? Нет, Саня точно не против будет. А, не здесь, здесь чистый зон для уваживания. Плаку убрали. Да, можно попробовать. Специально для этого, в принципе, поклевка случилась. Вот подсак. Вот Витяй. Вот синий, видите, как даже видно. А, сейчас у тебя не синий, да? Сейчас синий. Да, вот видите, в свете синего фонаря видно как раз леску очень хорошо. Да, вот Саня тоже уваживает. Видите, все четко. Он башкой мотает просто с самого начала. Саня-то? Ну как в сектор заехал, башкой мотает просто, вот нон-стоп. Уже не знаем как. Ну ладно, ребят, не знаю. Как-то ответственно все. Как бы надо стоечку-нибудь вот эту взять. Давайте в следующий раз стоечку возьму. И попробуем. Рискуем, команда? Да. Рискнуть команда запретила, потому что здесь огромные рыбы, ребята. Да, хорошие, да, десятка, мне кажется. Ну что, у нас прошла первая ночь. Прошла она для нас достаточно позитивно. Мы поймали 9 рыб, план, конечно, не выполнили, потому что он был 10, один сход был как раз. Но сходов мало, да, процентов, наверное, у нас 5 сейчас на данный момент. Это отличная статистика. Эта рыба, которая как бы сошла, она отвалилась, ну, прям, не засечка была, свинька немножко упала вниз. Поэтому мы рады этой статистике, рады количеству пойманных рыб. Но сейчас, о, наши хорошие друзья, ну, с одной рыбой. Сейчас настаёт день. Наша задача опять включать сектор, раскармливать его. Кормим мы здесь достаточно обильно. У нас где-то килограмм, наверное, 8-10 уходит на день. Две точки. И одна из составляющих, кажется, это, конечно же, орешек. Красивый орешек. Харту Дэбэйс, который мы варим сами. Он у нас вот такой, смотрите, какой крупный, гладенький весь. Но этот орех сварен уже с пчёлами, уже у нас здесь, ну, билайн, если что, вверх на зекрих, у нас едает сразу готовая насадка. Но орех, так как всё-таки он уже сварен дня три назад, вода вот это подкисает, его лучше, конечно, промывает. Хотя сам по себе орех, он ничего, в принципе, не впитывает в себя внутрь, потому что у него такая структура очень плотная. Но всё равно лучше промыть. Чтоб он был чётенький. Это можно просто в ведре делать, либо, ну, как вот здесь, ведро трекер. Всё, смывайте, чтобы он вот этот был. Без вот этой вот кислоты. И всё. Сейчас добавим прикормочку и покажем вам финальный вариант, что получилось. Пока тенденция в целом для нас положительная. Большая чаша, противоположная сторона, сдаёт немного рыбы. Мы ждали хорошо рыбы. Есть определённый запас среди даже секторов, который в нашей зоне, он там даже побольше этот запас. Но опять же, нам нужно сохранять эту динамику. Ловить свои там 10 рыб, 20 рыб, наверное, за день, я бы так сказал бы, если ловить, то всё будет отлично за сутки, за 24 часа. Ну, посмотрим, что будет. Сегодня жара будет просто жесть. Выгуляем. Если вы не любите жару, ставьте лайк. Я ненавижу жару. Особенно, когда у тебя нет тенька в секторе, зной такой стоит. Это просто кошмар. И сегодня будет именно такой день тяжкий. Поэтому поддержите нас, ребят, в комментариях, что-нибудь там напишите такое. Вперёд, тигры. Или, блин, красавцы, ребята, качайте дальше. А мы идём кормить и снимать для наших компьянцев. Орех, кстати, вообще чёткий. Ага. Завтрак из неготов. Навернули орешка. Ушелёд. У нас три основные составные прикормки. Во-первых, это крушёные бойлы. Они крушёные, причём на разную фракцию. Крупно-крушёные, такие в четвертинке где-то, и мелко-крушёные. Особенно мы это делаем всегда на утренний закорм, потому что, как бы, заново раскачать сектор, вот эта пыль, которая покрывает бойлы, потом отдаётся, она, соответственно, даёт хороший шлейф. То есть мы это всё пропитым жидкостями. Вторая составляющая, это у нас уже такая крупная резанка с кукурузой. Вот так это выглядит. Мы облепляем такой кукурузой немножечко бойлы, чтобы они были такие липкие. И третья составляющая, это, собственно, тот самый тигруарев. Но самое главное, это как вы добавляете прикормку к бедру. Делать это. Да. Так, Саня готовит, значит, прикормку у нас. Какие-то секретные ингредиенты. Грибную, новый вкус. Грибная прикормка. Ни кто, что не ловишь, что-то. Это наш секрет. Ну давайте, посерьёзно, что мы делаем? Мы сейчас, когда мы жарим грибы, для добавления, вкусный, острый суп, который должен получиться. Но это не точно. В том-ям? В том-ям, да. Ах, жарко будет сегодня не только по погоде. Ну и в наших желудках. Ну и в наших желудках. Ну и. Короче, выключаем команду, кажется. Да, да. У меня это мой заказ был. Выключить команду, которую даю. Вчера ровно в 15.10 у нас случилась поклёвка. Осталось 2 минуты до 15.10 сегодняшнего дня. Поэтому я начинаю разминаться и готовиться к подсечке. Как я это делаю? Типа я такой ненавязчивый. Иду, тут бросик. И отрабатываю движение подсечки. Или, например, я подошёл, чтобы немножечко подкинуть бойлов на ближня. И эту поклёвку я сразу беру. Ух ты, блин, поклёвка. А внутри. И как же я оттачиваю вот эти вот движения, понимаете, сразу. Всегда нужно в спорте, надо всегда быть готовым к любой ситуации. И тренироваться, тренироваться ко всем мелочам. Вот я стою сейчас, как будто записываю на камеру. Тут случилась поклёвка, а я уже наготовит, понимаете. У меня рефлекс. Вот так мы и ловим. Но если серьёзно, то жар оставит сумасшедший. Тридцатник. У нас вот где-то, наверное, мы уже без рыбы. Без рыбы находимся часов 10 уже, наверное. Но в целом такая же ситуация по всему водоему. Небольшая чаша, не средняя, не мелко не ловит. Только один сектор поймал одну рыбу вот к дневному взвешиванию. Но мы надеемся, что рыба рано или поздно начнёт отзываться. Да, когда-то же должна покушать пойти там, да. Более мы там ей такую шикарную поляну накрыли. Поэтому ждём и надеемся, что эта поклёвка долгожданной случится. Раба на мэш. Рыба. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мы подаем, ну, такой. Раздача не показал за день. Большая чаша, ну, кто-то. Что происходит? Видимо, рыба не очень рада, что нет раздачи. Что такое? Рожах пиццы нет. И, конечно, надежда у нас на вечерний и ночной клёв. И, в принципе, сейчас появляются поклёвки уже. Как, видимо, жара сходит немножечко, вода, может быть, чуть-чуть начинает остывать. И рыба активизируется. Видимо, в такую жару я совсем плохо. Ну, две рыбки мы сдали за день. В принципе, это неплохой результат. Максимально только три, какой-то секрет, которые дадим. Третьи четыре. Да, третий четыре, да. Ну, больше, по-моему, так одна. Тоже там две, я даже не помню, там ни у кого не было. Одна-две, наверное, больше. Отрыв у нас пока есть. Он достаточно комфортный. Мы идем на первом месте. Но я думаю, вот эта ночь такая будет определяющая. Либо как бы мы сохраним эту тенденцию такую положительную по рыбам. И будем как бы наращивать этот отрыв. Ну, либо там включится какая-то большая чаша топового сектора 40, 39, 1. Тогда, конечно, нам будет тяжелее. Потому что там и средний вес побольше. Вот так. Ну что, у нас прошла очередная ночь. Она не такая активная была по рыбе. Поймали мы четыре рыбки. Ну, вес хороший, средний. Это радует. И вот, смотрите, какой темный карп. Самая редкость такая для водоема Павловска. Обычно такие карпы темные в каких-то заилийных водоемах, где темная вода. Ну, и здесь такой попался пузатый дружок. Семерочку. Хотя выглядит вообще не семерочка. Но он очень такой пузатый. Ладно, сейчас будем днем раскачивать. Надеемся, что все будет четко. Сань. О! Йо-йо! Эй, йо, мадапака! Ну что, какими будем мы в итоге? Первыми останемся? Конечно, оставимся. Вперед, Карпудей! А что ты говоришь у тебя? Они уже не так. Так, Витяй. Он вам только что говорит. Я, говорит, когда загадываю, ничего не сбывается. И ты сказал, останемся на первом. Все, короче, провал. Все, ключи третий. Коротко о погоде. Вот так. В этом, в этом и так. Начался прийти. Хорошо, что у нас есть зонт. Ну что, немножечко про поводки и оснастки. У нас сегодня была тяжелая ночь, психологически тяжелая, потому что было несколько обидных сходов. Мы нашли хорошее перспективное место для одного удилища, но какие-то периодически происходят сходы. Причем не то, что ты завел рыбу куда-то в камыш, или где-то она там при засечке. То есть, ты вываживаешь рыбу, и раз, ну, сход. То есть, такое впечатление, наши выводы какие, что эта точка, в нее залетает какая-то сумасшедшая рыба, которая близко здесь к камышам, может быть, находится в зоне покоя. Да? Хватает эту наснастку. А так как мы ловим основная, все-таки основной наш монтаж, это вот флюр с мягким волосом, здесь клубника с кислой грушей и мультифиш у нас. Ну, у нас такие две насадки, как бы основные мы используем. Это вот мультифиш и клубника. Все, в воде, видите, дождь прошел. Ну, вот начались сходы, да, и, конечно, почему? Все-таки флюр, это отличный вариант, да, но когда рыба берет, как бы, насадку уверенно, когда она прямо атакует, то бывает такое, что он может съезжать в сторону. Ну, флюр вообще частые, как бы, осечки за боковину. Но здесь он может съезжать слишком, ну, как бы, в бок, и когда вываживаешь, рыба, как бы, отваливается. Для этого, что мы пытаемся сейчас исправить? Первое. Мы поменяли скользяк на инлайн, потому что инлайн это все-таки более агрессивная засечка, она сразу цепляет, и как раз, может быть, не будет вот этого легкого схода крючка в бок. Поставили обычный поводковый материал в оплетке, кикер, ну, а насадка, в принципе, та же самая. Но такую историю, конечно, мы бросаем со стиком, потому что без стика вероятность запутывания такого поводка намного больше. То есть, если флюр можно бросать без стика, то такой поводок мы, конечно же, бросаем со стиком. Вот сейчас мы проверяем теорию, но пока, как бы, рыба на эту точку еще не подошла, больше она как-то была ночью активна. Но когда она подойдет, нам будет очень интересно посмотреть на результат, и мы вам обязательно его расскажем и, надеемся, покажем в виде пойменной рыбы. Вот уже монтаж, который мы сейчас вытащили из воды, который мы делаем здесь инлайн. Поставили груз росомаха 3,5 унца. У росомахи, кстати, в чем еще преимущество, что сюда смещен основной центр тяжести, и когда карп берет насадку, он вот именно здесь происходит уже основное усилие, и происходит разворот крючка, и его засекаемость. Ну, вот тот самый поводок, который сейчас мы будем перезабрасывать. Вот такая вот тема. Будем надеяться, что это нам принесет рыба. Не представляете, какая радость сейчас просто огромная. Потому что у нас, я говорил, помните удилище, которое у схода есть? Мы сделали тот монтаж. Мы... Я его показал недавно. Произошла поклевка. Я от неожиданности упал прямо между понтоном и берегом. Но выбрался оттуда, подсек рыбу. И что происходило дальше? Она уходила куда-то вправо, короче, там это... Но смотрим засечку, ребята. Смотрим, что у нас получилось сделать. Смотрите. По нижней губе вошла, вышла. Ну, здесь она уже вышла. То, что мы и хотели добиться. То, чего и хотели. И вот он. Инлайн. Здесь инлайн. Вот. То, что мы вам показывали. Она сработала и принесла нам рыбу. В общем, такая хорошая рыбка, да, с вами килограмм шесть есть уже. Все, супер. Качаем дальше. Поднимем и качаем. Проваливаемся между понтоном и ловим. Упал свинер. Все, дневная рыба, это круто. В нем тоже ловим. Вот главный показатель, когда ваше питание работает все четко, это, собственно, наличие вашего корма. Потому что у нас вот ананас как раз. Этот мультифрут, здесь вы помните, да, как красный. Все съел уже. Все съел, да, тут же. Красно-желтая, вот. Ну, это красно-желтая. Оранжевого что-то нет, только, кстати, слива. Слива не елась. Важный момент всегда, это бережное отношение с рыбой. Вот здесь у нас такая попалась битая рыбка. Почти 9 килограмм, 8-900. Мы ее подлечим, чтобы он радовал нас дальше. Своими красивыми подлепками. Ну что, Карпятники, наш фильм входит в завершающую стадию. Осталась всего одна ночь. И эта ночь будет решающей для нас, которая определит, останемся мы на первом месте или на втором. Все очень просто. Сейчас мы находимся на первом месте, но отрыв сектора, который находится очень далеко от нас, в глубоководной чаше, составляет всего 8 килограмм. И это, конечно, немножко нас тревожит, потому что у них хорошая динамика появляется. Есть ночная ловля хорошая. Что у нас будет неизвестно, но с Божьей помощью, с вашей поддержкой, я думаю, у нас все получится. В любом случае, это будет отличное выступление. В своей зоне мы уйдем уверенно на первом месте. Везем порядка 110 килограмм преследователем за нами. Это хороший результат. Мы довольны своей ловлей. Да, у нас были сегодня сложности с вываживанием, со сходами. Где-то мы не доловили нужную рыбу. Но, тем не менее, все идет пока по плану. И, конечно же, важнейшая ночь впереди. Надеемся, вам нравится такой формат, где мы показываем нашу жизнь, как бы общение. Если это так, поставьте лайк этому видео. Нам приятно. А мы идем дальше. И, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, всегда накидывайте в комментариях. С радостью я сам всегда отвечаю, общаюсь с подписчиками. Поэтому вот так. Я уставший. Может, не обращать немножко меня внимания. Пожелаем нам неспокойной ночи. Писать можете в комментариях потом мне. Писать неспокойной вам ночью. Все, пошли в ночь. Субтитры сделал DimaTorzok Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Диaco NadeTorzok Все выдал DimaTorzok Диaco NadeTorzok Диaco NadeTorzok Субтитры сделал DimaTorzok когда рыбы проходят надо всегда настроить ну перед перед можно перекинуть удилище с этим помогает напарник но потом не всегда нужно важно не забыть включить сигнализатор иногда знаете как палку перекинули кинули и оставили она потом раз поехала вы не услышали красава хорошая 5 отбили друг другу команда не могу да хорош что ты говоришь не хорош смотрим засечку 4 крючок карты ты поменяли ну что у нас прошла ночь и нас она была успешной но пока мы не знаем как поймали наши преследователи но узнаем мы это чуть позже знать мы первые зайдем рыбу и будем ждать они сейчас что-то узнать какую-то информацию и мы не знаем эмоции какие-нибудь испытывать пока ловим дальше дождь гроза сегодня даже пола утром но главное что слава виктор вас с нами а если слава виктору я что что может случиться по клёсу по клёсу по клёсу толстый 12 12-0-40 12-0-40 так есть у нас какая-то крупная рыба ждали мы за десятку и мы взяли её 12-0-40 ну что вот она самая крупная рыба 12 плюс вообще не хочется фотографироваться сжимаю её как могу в общем у того мы поймали восемь рыб за ночь но самое приятное в этом то что очень хороший средний вес все рыбы такие семь восемь девять двенадцать наверное килограмм это конечно отлично отладил когда ты ловишь как в первую ночь мы поймали пять пять пятьсот пять двести там и так далее сейчас это хорошая рыба но минус какой после этой грозы и дождя мы практически перестали ловить где-то вот последнюю рыбу которую мы поймали была где-то полвторого и после этого сейчас уже семь часов не пикан все перезабрасывали красиво уложили рыбы нет потому что обычно в это время мы ловили где-то еще две рыбки такие единичные какие-то неподходные как обычно с ночью случались дуплеты были два дуплеты ночью был просто уезжает ближние и тут же уезжает дальние мы уваживали вот единичных рыб сейчас нет но будем надеяться что может быть вот сейчас дождь как и маленький накрапывает будет какая-то хорошая история до финиша остается четыре часа тут самые важные четыре часа смотрим дальше так ну что вяжем оснастки есть одно изменение которое мы внесли то есть если мы сначала ловили первую декаду турниру первой половины шестой номер то потом перешли на четвертый ну вот вариант оснастки который у нас сейчас работает это крючок супер войдет x 4 номер по пришли мы на причине перешли мы на них по причине того что нам не нравились засечки были сходы как только мы в принципе увеличили размер крючка у нас сократилось количество сходов потому что сегодня у нас было девять поклевок и 8 рыб из них мы реализовали ну один какой-то нас был еще срез поэтому даже можно сходом это не называть просто мы подняли и леска образовалась наш не узел развивался где там вроде ракушек нет них так или иначе это произошло а так вот наши рабочие оснастки если мы ловим соответственно крючок четвертого номера то мы всегда делаем расстояние от насадки до крючка чуть чуть больше запасом что касается насадок который мы используем в корме мы использовали 4 рецепта как мы говорили мультифиш слива ананас клубника насадки мы пробуем все ну кровь наверное слива не знаю почему то вот мы стали ловить на клубнику пошел отклик потом подключили еще на нас тоже был вызов и ночью частенько мы подкидываем мультифиш это для тех кто верит насадку мы прям не сказать что верим но какая-то своя логика и все равно есть работаем с четвертыми с дамблсами вот с такими это достаточно удобно можно потому что срезать кусочек шляпки вот удобство опять же что с ними очень хорошо они очень податливы видите какая структура я срезаю ничего по краям не крошится всего так вот ровненько остается края но он очень плотный дальше берете у папчик подрезаете сколько вам нужно составляйте с бойлом уже все получается вот такая вот аккуратная комбинация ну а дальше не мне вам рассказывать что делать насадочная игла сейчас эти важный момент покажу бывает но отрезать вот почему сейчас подопали вот этот топорок наши средний здесь бывает что не всегда получается но отрезать и от попапа и от тон еще какую-то нужную нужный размер даже здесь так получилось я уже как бы на глаз понимаю да в этом случае вот эти я вижу что расстояние чуть больше но чуть меньше чем нужно и мне его хочется сократить в этом случае просто ножом так аккуратно снизу подрезаю опять же чем удобство было что они вот такие не крошится если даже срезаю как средствах об убираю и тем самым я увеличиваю расстояние до нужного мне все ребят впереди последние четыре часа сани уже начинают волноваться хотя до первого сектора объявления результаты все очень далеко от проблем важнейшие финальные рыбы нужно очень поклевка нам до финиша остается где-то три часа два на два часа два там с половиной сейчас каждая рыба важна но с божьей помощью с мастерством виктора мы должны конечно же эту рыбу ловить будем ждать смотреть наших конкурентов еще в секторе номер один пока не объявили поэтому не знаем какой у них будет результат видимо во время вываживания виктор это и узнает это не должно его никаким образом потревожить или наоборот придать ему еще больше уверенность так важнейший утренний дуплет как никогда он нам нужен ё-моё их две уже два подсака нужно будет сами забирает сам я снимаю пока саню и тут вторая рыба смотрите первое есть одна рыба есть дальше что ж такое красавы эти эмоции что подошел концу этот невероятный этап и мы ребята первые да мы старались я думаю это благодаря вашей поддержке в том числе все кто подписан наш сервером канал нам кидали там большое количество огоньков кстати не подписано подписываться там очень круто всего 9 килограмм у нас был отрыв вот от второго места мы его удержали последние 5 минут мы ждали когда неожиданно случится у них поклевка чтобы мы сидели волновались там считали каждый килограмм основания такого не было ведь я стоял на палках я что даже еле-еле говорить тяжелый турнир но жарко 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 но когда ловишь рыбу все это забывается ловишь рыбу и когда это в итоге то на первом месте поэтому еще раз спасибо всем подписывайтесь на канал всем пока увидимся когда в августе уже следующий там полейте за нас всем пока все спасибо блин и 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 Субтитры создавал DimaTorzok